Специально ко дню Великой Победы в офтальмологической клинике Тризе для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0. Улица Крымская 242. Офтальмологический центр Тризе. Здравствуйте. Новости Анапы. Регион продолжает эфир канала РЕН-ТВ в студии Ирины Меркурьева. Сегодня в выпуске. О бюджете на сессии депутаты обсудили главный финансовый документ Анапы. 30 лет. Много это или мало? Народный казачий хор отметил юбилей. А сейчас обо всем подробнее. Главный финансовый документ города-курорта обсудили депутаты Анапы на очередной 76-й сессии Совета. В бюджет поступили дополнительные средства, которые будут израсходованы на решение социальных проблем. Глава Анапы Сергей Сергеев также акцентировал внимание депутатов на еще одном серьезном вопросе – изменениях федерального законодательства в сферах градостроительства и земельных отношений. Обсуждение серьезных тем предварило поздравление. Вея Стефановне Северюковой вручили почетную грамоту атамана Таманского отдела Кубанского казачьего войска Ивана Безуклова. За активную помощь казакам Анапского районного казачьего общества при выполнении ими задач по возвращению Крыма в состав Российской Федерации. Затем депутаты перешли к повестке дня. Первый вопрос – внесение изменений в бюджет текущего года и двух последующих. Доходная часть выросла в том числе за счет увеличения безвозмездных поступлений с краевого бюджета. Расходная часть бюджета Анапы в первую очередь ориентирована на решение проблем в социальной сфере. У нас увеличены поступления в бюджет. Это 48,4 миллиона рублей на капитальный ремонт дорог. Это с учетом софинансирования нашего 5300. И выделено субсидия на предоставление жилых помещений детям-сиротам 86 миллионов на приобретение 82 квартир. В ходе сессии депутаты приняли жизненно важный для города документ – устав муниципального образования. И заслушали доклад заместителя главы курорта Александра Колесникова о комплексе мероприятий по увеличению производства молока, мяса и яиц и обеспечению этой продукцией анапчан. Глава Анапы Сергей Сергеев заострил внимание депутатов на важном вопросе, вступивших в силу изменения федерального законодательства в сфере градостроительных и земельных отношений. Те вопросы, которыми мы занимаемся с вами в течение двух с половиной лет, без малого, нашли отражение сегодня в некоторых федеральных законах. О чем я говорю? Сегодня использование земельного участка. В марте уже опубликован закон по нецелевому назначению. Штрафные санкции исчисляются от суммы кадастровой оценки. Не использование земельных участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства, ну там отдельно по статьям, сельхоз назначения, то о чем мы говорим. Стоит виноградник брошенный и так далее, и так далее. Либо сельхоз земля используется для других целей. То же самое. Наведение порядка в первую очередь требуют люди, прокомментировал Сергей Сергеев и добавил. Кошмарить бизнес с контролирующим органом не позволит. Но и незаконную подпольную деятельность предпринимателей допускать нельзя. Работа в этом направлении продолжится, и депутаты должны принять в ней самое активное участие. Обновить цвет пешеходных переходов, высадить цветы, деревья, тщательно убрать улицы и дворы Анапы. Выходных у коммунальщиков и работников дорожных служб нет. Задач в сфере благоустройства еще очень много. Счет в сроках исполнения идет на дни. 2 апреля начались работы по реконструкции сквера на улице Терской. Сквер протяженностью 290 метров предстанет в новом образе перед гостями и жителями города уже к 9 маю. Полностью спилены старые деревья. На их месте уже красуются 70 саженцев клёна шаровидного. После того, как плитка будет уложена, установят лавочки, урны и освещение. В городе такой плитки еще нигде нет. Все продумали до мелочей, и деревья не просто выбирали, а думая о будущем облике этого сквера. Шаровидный клён, он уже полностью обрезан, оппирован, то есть будет в виде шара впоследствии. То есть, я думаю, в этом году, конечно, нет, потому что еще они молодые. А в следующем году уже полностью урна сформируется, и будет шар. Листья будут такие, ну как, не коричневые, а красного цвета. То есть, клён, но красного цвета. Почти под плитку, так сказать, в тональность. По итогам работы реконструкцию сквера будут продолжать дальше. От улицы Грибинской до улицы Красноармейской. Сейчас там только начинаются работы. Результаты обследования состояния набережной от кафе-пароход до центрального пляжа вынесены на большой разговор с бизнесом, содержащим свои кафе и магазины в запущенном состоянии. Какого особенного сигнала или толчка ждут хозяева территории, непонятно. Откровенно наплевательское отношение можно наблюдать во всем. От немытых тротуаров и лестниц, развороченного плиточного покрытия, заросших травой клумб, небелинных и некрашенных фасадок. Пусть посадят лесты, приведут в порядок эту клумбу. И вот это здание тоже, пусть его приводят в порядок. Вот это же все одно. И вот у них здесь недостаточное освещение. Как мне сегодня сказали, вечером здесь очень темно. Вот там заканчивается вот эта лестница, пролет темный. У одних и у других недостаточно уличного освещения. Облик павильонов мини-закусочных не менялся годами и вряд ли отвечает ожиданиям тех, кто приходит сюда прогуляться. Раскрашенные во все цветорадуги кариатиды на кафе, а рядом засохшие туй в напольных вазах. Цветы в клумбах и вазонах отсутствуют абсолютно повсюду. Хотя уже давно должны были прижиться и радовать глаз отдыхающих. Зато строительного мусора свалено у Ласкова берега 2 столько, что, похоже, его собирали всю зиму. А вот тут вообще просто ужас. Тут просто не убирается. Как вы представляете себе вот такой хлам, там, где ходят отдыхающие? Вчера только это сделал. Вы вчера и должны были убрать. Вот сегодня будьте добры, дайте им на то, чтобы здесь ничего не было. Возите мусор. Пока сейчас стоит муниципальный контроль, вас просто оштрафуют. Зато, где уж точно проявлена оперативность, так это в деле организации услуг. Приглашение на морские прогулки безо всякого разрешения уже в действии. На вопрос, на каком основании, по традиции звонок другу. Алло, Норик, тут проблемка. Я это самое, не знаю, что поинтересуюсь. Кто дал добро, где стоит? Традиции придется менять. Не к первому маю, а просто всегда. Набережная должна привлекать и радовать. Организация досуга молодежи на селе – задача архиважная. В первую очередь потому, что позволяет отвлечь подрастающее поколение от вредных и даже опасных увлечений. В Станице Благовещенской прошло заседание антинаркотической комиссии. Во многом при общении молодежи к наркотикам начинается с курения. Поэтому с ноября по март Управление здравоохранения провело анонимное тестирование. Более 4 тысяч ребят ответили на вопросы, есть ли у них вредные привычки. По информации Анны Кореевой, наибольшее количество курящей молодежи зарегистрировано в Анапском сельскохозяйственном техникуме и Сочинском государственном университете. Со школьниками и студентами проведут разъяснительные беседы и покажут поучительные фильмы. При проведении тестирования отказов молодежи в участии тестирования не было. Информация была предоставлена заранее родителям, доведена до сведений учащихся и педагогов, с которыми также проводилась информационно-разъяснительная беседа по проведению и по необходимости внедрения данного метода с целью пропаганды здорового образа жизни среди несовершеннолетних. На комиссии решили, что теперь антинарка будут проводить только в худших по показателям округах. В Анапе продолжается интернет-акция «Бессмертный полк». О своем отце Михаиле Лавриненко рассказала Антонина Папандопула. Михаил Архипович погиб на войне за 4 месяца до ее рождения. Антонина Папандопула знает об отце Михаиле Лавриненко по рассказам мамы. Познакомились будущие супруги в 1935-м, в том же году и поженились. Воспитывали двух дочерей и старших сестер Антонины Михайловны. Очень был трудолюбивый по рассказам мамы. Такой добрый, он такой был добрый. Он лишний раз не скажет ни плохое слово, не закричит. Вот такой он был. В начале июня 41-го Михаил Архипович попал на переподготовку в поселок Цуко. А тут война. Их всех забрали на фронт. Из порта Анапы на корабли отправили в Одессу. На этой фотографии мама как раз поехала его провожать. Она была беременна мною. И он сказал, Лена, если родится дочка, назовешь ее Тоней. В конце сентября 1941 года Михаил Лавриненко погиб. А 3 января 42-го родилась третья дочка. И мама назвала ее Антониной. Похоронили героя в Одессе. Семья с трудом перенесла все военные и послевоенные тяготы. Замуж Елена Лавриненко больше не выходила. Воспитывала дочерей. Работала бригадиром виноградной бригады. Всегда была в передовиках депутатом Анапского районного совета. Антонине Папандопула очень жаль, что она не знала и никогда не видела своего папу. Я его только один раз во сне, за всю жизнь, я его видела во сне. Вот точно, как на этой фотографии, вот такого я его видела во сне. Я в школе работала пионер-вожатой, как будто бы он приехал. И я его обнимаю и говорю, ну где ты так долго был, почему ты не писал, почему ты только сейчас приехал. Антонина Михайловна очень гордится своим отцом. Героем, защищавшим родину и отдавшим за нее жизнь. Народному казачьему хору под руководством заслуженного работника культуры России Анатолия Атрошевича 30 лет. Юбилейный концерт собрал в городском театре Анапы полный зал многочисленных поклонников. Глядя на слаженность этого коллектива, сложно представить, сколько за эти 30 лет было репетиций ежедневного кропотливого труда, чтобы вот так ярко, живо и задорно, с легкостью и изяществом со сцены лилась нарядная казачья песня. Улыбки, одобрения и благодарности не сходили с лиц. Зрители в такт песням подпевали и активно поддерживали артистов хора. Детей было не удержать выражение эмоций. Поздравить юбиляров пришли друзья и поклонники. Море цветов, добрых слов и подарков. От головы Анапы Сергея Сергеева очень нужный инструмент баян. С одной стороны много. Большая часть жизненного пути пройдена коллективом. А с другой стороны 30 лет. 30 лет возраст молодости, задора. Но уже есть огромный опыт, огромная любовь поклонников. И уверена, впереди еще масса, много творческих планов. От главы курорта юбилярам вручили почетные грамоты. С подарками пришли депутат Законодательного собрания края Николай Иванюшкин и атаман районного казачества Валерий Плотников. Руководителя легендарного хора Анатолия Трошевича казаки наградили медалью. Я горжусь этими людьми за то, что они нашу казачью культуру несут в массу. Их песни с характером, с юмором, с тонкой живой стрункой, с любовью. И эту любовь зрители чувствуют и уносят с собой с концерта. Такое удовольствие получили, такая радость на душе. Ну, в общем, хороший концерт, отличный концерт. Я в Анапе в гостях и скоро собираюсь домой. И мне на последнее, перед тем, как уехать, доставило такое большое удовольствие побывать на этом море. Я давно о нем слышала и слышала его по радио и по телевизору, но так, вживую, увидела его первый раз. Я многое, конечно, не поняла, потому что там по-казацки разговаривали. Но мне очень понравился такой позитив. Семь лет на Кубани действует программа «Цветик-семицветик. Вместе поможем детям». Анапский казачий хор выступил инициатором благотворительной акции по сбору средств на помощь одаренным детям Анапы. Зрители приняли в ней активное участие. В выходные открываем футбольный сезон. Стартует чемпионат по футболу Краснодарского края, высшая лига. В новом сезоне участвуют 14 команд. И наш футбольный клуб Анапа, конечно, в их числе. Первая домашняя игра состоится уже 18 апреля на стадионе «Спартак». Анапа встречается со «Спартаком» из Геленджика. Матч начнется в 17.00. Вход бесплатный. Давайте поддержим нашу команду. И на сегодня это все новости. Далее смотрите прогноз погоды на завтра. Здравствуйте! Последний рабочий день этой недели пройдет под знаком солнца. В пятницу распогодится южный ветер и плюс 12 днем. Что может быть лучше? Красивая, яркая точка перед выходными. Хорошо бы такая погода сохранилась подольше. Такая весна нам по вкусу. Генеральный партнер новостей – офтальмологическая клиника «Тризе». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч. Специально ко дню Великой Победы в офтальмологической клинике «Тризе» Для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения – 50%. Подробности по телефону в Анапе – 30-31-0. Улица Крымская, 242. Офтальмологический центр «Тризе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова